навальный кто-то какие-то политические силы моя фамилия навальный тот персонаж алексей навальный чем больше комментируешь всяких обормутов и проходимцев навальный 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 продукты политических проходимцев на вольный это господина ну давай давай ну вот сейчас скажи навальный по поводу персонажей о которых вы упомянули саакашвили вот таких саакашвили такие саакашвили это саакашвили вы знаете вот так делали древние люди например они боялись упоминать имена некоторых опасных зверей потому что они могли услышать и прийти нельзя называть настоящее имя медведя потому что он ночью придет и тебя съест дорогой владимир владимирович вас уже несколько лет спрашивают а вы все еще боитесь произнести мою фамилию не бойтесь я вас не съем но это не точно а еще я вам хочу сказать что вы несете какую-то чушь когда заявляете что не хотите пускать оппозицию на выборы потому что будет майдан украина и все будут бегать по улицам есть кандидат алексей навальный который уже год ведет предвыборную кампанию против него специально были созданы фиктивные уголовные дела их фиктивность была доказана алексеем навальным в европейском суде решение европейского суда признает как вы знаете российская федерация но тем не менее он не допускается к выборам хотя известно что есть особое мнение конституционного суда по этому вопросу и так далее мой вопрос с этим почему так происходит неужели власть боится честной конкуренции по поводу по персонажей которых вы упомянули вот уже ставили здесь вопрос про украину вы хотите чтобы у нас по площадям бегали десятки таких про извините саакашвили и вы хотите чтобы чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране вы хотите чтобы мы переживали от одного майдана к другому чтобы у нас были попытки государственных переворотов мы все это уже проходили давайте я вам более четко объясню что случится когда мы придем к власти это совсем не страшная картина а очень даже приятная возможно она даже вам понравится во первых мы отправим под суд всех ваших дружков родственников соседей подача сослуживцев и всех кого вы сделали миллиардерами за счет того что вместе с ними разворовывали наше государство в течение 18 лет вы сами можете получить иммунитет но только если согласитесь выполнять законы и обеспечите мирный транзит власти во вторых никто не будет бегать по улице и устраивать майдан зачем мы займемся тем что направим высвободившиеся от коррупции деньги на развитие человеческого капитала в первую очередь образование и здравоохранение в третьих ни у кого в россии не будет зарплаты меньше чем 25 тысяч рублей моя зарплата составляет всего 14 тысяч 800 рублей в четвертых мы отменим призыв и введем профессиональную армию в которой военные будут получать по-настоящему большую зарплату а те кто не хочет служить будут заниматься своими делами в пятых мы проведем судебную реформу и граждане россии если закон на их стороне смогут выигрывать в независимых судах у чиновников у государства и даже у президента россии но вот сейчас то на вас даже ведь в суд подать невозможно в шестых мы наконец-то освободим российскую экономику от созданной вами системы бюрократии разрешений лицензии проверок взяток поборов вот всего того что не дает стране развиваться и за счет этого наконец-то возникнет экономический рост сейчас его нет и вы лжете говоря нам о нем что касается роста экономики она все-таки растет какая украина какой майдан что вы носитесь с этим майданом и тычете его в ответ на любой неудобный вам вопрос но вы думаете о своей стране и своих гражданах а пусть украинцы занимаются своими делами судя потому что за время четырехчасовой пресс-конференции вы так и не сказали ничего важного и внятного вы явно зашли в тупик и вам просто нечего сказать стране уж вы то точно не можете предъявлять нам такие претензии оппозиция должна придать выйти с ясные понятные людям программы позитивные позитивных действий вы знаете уважаемый владимир владимирович я послушал вашу пресс-конференцию понял одну вещь это у вас нет программы ну так признайтесь в этом и посмотрите мою программу она ясная понятная людям и позитивная она реально улучшит жизнь страны вы ее почитайте пожалуйста найдете намного интересного но также можете подписаться на наш канал здесь говорят правду а